Региональная неделя депутатов Государственной Думы, встречи с жителями Республики и первые отчеты о работе. Один из депутатов, представляющих Республику, Виктор Кедяев, провел первый с момента избрания прием граждан. Виктор Кедяев является первым заместителем руководителя фракции партии «Единая Россия». Партия в новом составе Госдумы занимает конституционное большинство. Ее цели и задачи были четко сформулированы еще во время предвыборной кампании. Поддержать курс президента страны на сильную независимую Россию, создать условия для развития и самореализации каждого гражданина, сохранить и выполнить все социальные обязательства государства. Учитывая современные реалии и запросы общества, к решению этих задач могут быть разные подходы. Но основным приоритетом остается исполнение наказов избирателей. Те наказы, которые есть, мы самое главное, самое главное, ведь страшно то, что, как говорит наш президент, что если нельзя обещать, не надо обещать. Это если вот это обещание неправильное, это равнозначно оценивается как предательство. И вот наша работа, и Светлана Юрьевна, и моя работа, наша задача детально думать вот эти вопросы, как ответить людям. Если мы не можем, мы должны сказать, что можем, что нет и что вместе. Если вот эта ошибочка будет, если вот такие понимания будут, люди лучше нас знают, вот эти жизненные проблемы. Только мы с ними должны запустить двухстороннее движение, чтобы мы слышали, слушали друг друга. День депутата был насыщенным. Это встреча с главой республики, членами правительства, депутатами государственного и городского собраний. Не забыли и простых граждан. Спектр вопросов, которые их волнуют, очень широк. Здесь и проблемы газификации сельских поселений, предложения по изменению лесного кодекса страны, поддержка частного предпринимательства, вопросы транспортного обеспечения небольших населенных пунктов и поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья. Так одна из жительниц столицы Мэриэл обратилась сразу с двумя неотложными вопросами. У меня ребенок-инвалид, уже не ребенок, взрослый, 25 лет девочке, колясочница. И у нас огромная проблема с пандусом. Мы не можем подняться на свой этаж первый и спускаться так же без помощи, даже вдвоем. Надо какое-то третье лицо, потому что очень крутой спуск и пойдем. В 2011 году, как многодетная семья, как семья с ребенком-инвалидом, нам дали землю бесплатно в деревню Якимова. И вот с тех пор про нас забыли. Мы бы хотели съездить в санаторий, подлечить ребенка. Мы уже давно там не были, потому что в очереди стоим уже, ну, два года стоим. И я постоянно узнаю эту очередь. В общем, тысячи, где-то полторы тысячи, наверное, в очереди. А это через сколько лет до нас дойдет эта очередь? Вообще неизвестно. Все обращения граждан были тщательно рассмотрены, а по некоторым буквально сразу же приняты соответствующие меры. Так будет решена проблема пандуса, что для человека с ограниченными возможностями является жизненно важным обстоятельством. Для решения остальных проблем потребуется время. Но, как рассказали нам сами граждане, исход дела, несомненно, будет положительным. Редактор субтитров А.Семкин